Микс Ньюс Голова предмет темный, и следованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечит, и тебя тоже вылечит. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня мы с Вадимом Родионовым хотим с вами поговорить о следующих небезынтересных вещах. Прочел я занятную статью, целое исследование, которое было проведено в Америке, но, наверное, оно как-то затрагивает и всю остальную часть, по крайней мере, европейского населения. Есть некая тенденция о том, что самооценка людей, особенно детей, должна быть всегда защищаема всеми возможными способами. То есть, как это может быть осуществлено на практике? Вот, например, все мы помним, ну, моя юность была раньше, может быть, всякие спортивные соревнования. Человек получал кто-нибудь за первое место, за второе и за третье. Остальным надо было тянуться дальше. Уже некоторое время как сочтено, что если ребенок не получает кубка, не получает награды, грамоты, медали или еще чего-нибудь, это его травмирует. Но это ведь спорно, потому что тогда зачем к чему-то стремиться, если все равно обязательно что-то получишь? Ребенок ощущает себя хуже других, и смириться с этим он якобы не может. И поэтому уже давно процветает следующая практика. Награды, медали, кубки получают практически все. Первые, последние, вторые, пятые, десятые и тому подобные вещи. То есть это обесценивает, по сути, победу тех, кто победил. И это травмирует их тогда? Добро бы это. Я думаю, те, кто победил, они знают свой результат. Наверное, тоже как-то обидно, когда дают награды всем. Это, в принципе, более глобальный вопрос, мне кажется. Это вопрос того, что уже какое-то время есть огромная путаница – оценивать плохо. Есть термин «оценочное суждение», который тоже звучит с негативной окраской. Есть знаменитый, нынче уже совсем не среди детей, термин «обесценивание». То есть дети вырастают с мыслью, что никакой конкуренции быть вообще не должно и не может. То есть можно не учиться, можно не пытаться быть лучше, всё равно тебе что-то обязательно дадут. Ну, я думаю, это, кстати, уже давно эти теории звучат, что вообще ставить оценки в школах – это плохо. Это травмирует ребёнка, он волнуется, он нервничает, он получает плохие оценки, начинает переживать. Хотя сейчас, насколько я знаю, в первых классах пока обходится без оценок, оценки вводят позже. Здесь, может быть, всё-таки проблема в том, как в школах часто оценивали, есть ли в этом элемент унижения или нет, и какие слова находит учитель для того, чтобы объяснить ту или иную оценку. Потому что я помню свою школу и помню, как мне поставили 11 единиц подряд. Мне каждый раз ставили по химии единицу, вызывали. Я не мог решить уравнение какое-то, я уже не помню. Мне снова ставили единицу. И в этом был некий элемент воздействия на меня, как на ребёнка. Я считаю, это не очень правильно, потому что таким образом подчёркивали, что я не знаю химию, они пытались меня исправить. И вот если речь идёт о таких, я согласен с тем, что, наверное, это не совсем верно. Если говорить об оценках, как о некой шкале, демонстрирующей знания или подготовленность к тому или иному предмету, ничего плохого в этом, наверное, нет. С точки зрения дня сегодняшнего 11 единиц, вопрос нумерологии в первую очередь. Наверное, какой-то сакральный смысл в этом был сакральный. Я пошёл к директору, сказал, что я перехожу в другую школу. Она сказала, подожди. Я подождал, она решила эту проблему, и я остался в этой школе. Но, тем не менее, конфликт с учительницами был таким образом решен. Эта история с детьми, на самом деле, американская такая непростая. На это те начали писать уже книги, работу привели. Есть канал HBO, знаменитый в Америке, телеканал, и у него есть программа Real Sport. И они провели целое исследование. И вскрылись интересные вещи, что движущая сила здесь родители. Даже было некое соревнование в некой лиге американского футбола, или бейсбола, по-моему, где лига сказала, может, не надо всем давать награды, будем давать только призёрам. Родители купили кубки, медали за свой счёт, и сами вручили всем, занявшим последние места и так далее. Как всегда, за некими идеальными, идеалистическими теориями стоит кто-то, зарабатывающий деньги. Кому это выгодно? Индустрия производства кубков, медалей и прочих наград в Америке оказывается ежегодно оборот её 2 миллиарда долларов. Скромный и со вкусом. То есть есть ради чего? Есть ради чего, конечно. Как вы заметили, да, наверное, победителям обидно. То есть чем ты отличаешься, если ты старался и выигрывал, а кубки получают все. Ладно, победители. Они явно обладают неким навыком. Что от этого происходит с детьми, и которые получают награды, их не заслуживают. Но в их представлении победа, мне кажется, становится девальвированной. В их представлении, во-первых, искусственно завышается их самооценка. Подчёркиваю слово «искусственно», потому что, очевидно, она будет завышена до первого столкновения с реальностью. А это столкновение неизбежно будет? Рано или поздно. Во-вторых, как написал кто-то на эту тему, по-моему, книга называлась «Проигрывать хорошо». О том, что ребёнок, который изначально привыкает получать оценки вознаграждения за то, что он ничего хорошего не сделал, он теряет любую устойчивость к неудачам. То есть он вообще непривычен к неудачам. Возникает первая рано или поздно неудача, а ребёнок не знает, как это, как с этим справиться, что это может сделать выводы, что это тебя стимулирует серьёзнее относиться, больше стараться, глубже изучать, больше тренироваться, что угодно. Но неудача, как мне кажется, это необходимый элемент воспитания, потому что познав неудачу, можно оценить и сладость победы тогда с другим, потому что просто… Это, мне кажется, знаете, вот здесь эта мысль, которая у меня возникла, это формирование посредственности, потому что, что бы ты ни делал, ты всё равно получишь приз. И в итоге это формирование людей, которым уже будет всё равно, по большому счёту. На счёт всё равно не знаю. Я думаю, что в реакции будет безразличие. Я думаю, что это точно может сформировать в ребёнке некоторые нарциссические черты, потому что бесконечно… Ну, если тебе всегда положены награды, если тебе всегда положены кубки и призы, это формирует мне положенные. Если в какой-то момент неудача наступает, ребёнок впадает или в печаль, или в ярость. Звонок? Да, звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Да, здравствуйте, слушаем вас. Молчат. Да. Звоните, телефон на прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9, программа «Диагноз недели». Что такое человек, у которого отсутствует переносимость неудачи? Это человек, который, скорее всего, вырастая, займёт то, что называется внешне обвиняющую позицию. Бей первым? Нет, 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 не бей первым. Он всегда будет искать, и очень часто, причину своих неудач в окружающих. Он не сможет себе сказать, что моя неудача произошла от того, что… Ян, звонок? Да, звонок, примем его. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Владимир. Я вдруг почему-то вспомнил Владимира Владимировича Путина. Смотрите, за компаниейн сядет, у него получается там рожь сжать, клюшку возьмёт, получается шайбу там пять влупить всем олимпийским чемпионам. Возьмёт теннисную ракетку, опять выиграет там в сухую. Вот как быть с таким парнем, который все решения, которые только не делает, у него всё на идеально. Спасибо. Вот у него, вот всё ли здорово, всё ли хорошо, или там есть какие-то явные признаки, что, ну, так не бывает. Да, спасибо. Кстати, видите, ко взрослым это тоже относится, если ты всегда забиваешь олимпийские чемпионы, по пять шайб, то, наверное, к этому тоже быстро привыкаешь. Ну, я не знаю, зачем с ним как-то быть. Мне, честно говоря, достижения Владимира Путина, как Дональда Трампа, я на них смотрю со стороны, но я даже не задумываюсь, человек этого делает, потому что он во всём хорош, или это такая обязанность лидера, быть по всём успешным, подавать пример. А это нельзя сравнить с родительской опекой, которой родители своему ребёнку обязательно дадут какой-то приз? Я не говорю, что это родители Путина, но то окружение, которое боится расстроить своего лидера, и они создают все условия, при которых он забивает третий купер шайб. Ну, мы же помним историю с Йосифом Виссарионовичем Сталином, корифей всех наук, лучший друг советских культурников, и так далее, и так далее, и так далее. Наверное, власть такая штука, наверное, есть люди, которым нравится почитание и превознесение их заслуг, наверное, есть люди, с которыми так поступает их окружение. Свита делает короля, как известно. Ещё звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер. Здравствуйте. А я вот не согласна, что если дают какие-то там награды, типа незаслуженно. Вот смотрите, участвовало человек, наверное, 20-30, да, из них три, первое, второе, третье место. Получили награды, но ведь остальные тоже старались. И вот я знаю, сейчас иногда устраивают, особенно для детей, какие-то соревнования, игры, они каждый получают какой-то, или сувенирчик, или грамота, что они участвовали. То есть я считаю, что не то, что награждать, но вот его старание должно быть как-то вознаграждено. Спасибо. Спасибо. Паш Рит. Скорее маленьких детях и это происходит на уровне каких-то в классе дружеских соревнований, наверное, можно. Нигде не надо быть абсолютно категоричным. Когда мы говорим о детях, участвуя в спортивных соревнованиях и притянущ некий результат и так далее, я думаю, что все-таки окутывать в вату самолюбие каждого ребенка несколько чрезмерно и вредно. Еще звонок у нас. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый день. Зовут меня Юрий. Да, я вас. У меня такой вопрос. Может быть, расскажете, как правильно понимать. Вот смотрите, человек, который всегда ищет вот виноватого на стороне, на все что угодно, одушевленный, неодушевленный предмет, что-то, если не получилось, грубо говоря, проспал на работу, виноват будильник и так далее. Вот это что? Это особенности характера или как это вот объяснить? Можете? Да, спасибо вам. Можем объяснить. То, что называется внешне обвиняющая позиция, как я уже сказал, это люди, у которых, которые никогда по определению не могут хоть в чем сказать, я виноват, я был неправ. Ну, почему? Очевидно, потому что самооценка этих людей подвергалась когда-то нешелочным испытаниям. Они часто были унижены, самооценка израня. Поэтому для них даже в мелочи сказать я неправ, совершенно немыслимо, потому что для них это унижение, это очередное напоминание о потоке своих каких-то вымышленных или реальных провинностей. Или мы можем говорить то же самое нарциссическое особо, нарциссическое личности, которое всегда в своем представлении настолько совершено и всеми по определению любимо, что никогда и ни в чем неправа быть не может. То и другое достаточно неполезное для человеческой личности состояние, ни для ее развития, ни для ее социальных успехов и прочих вещей. Я как понимаю, исходя из нашего разговора, что как раз вот та тема и та проблема, о которой мы говорим, она может сформировать вот это, когда человек, уже будучи взрослым, будет вот так воспринимать мир именно по причине того, что, например, ему в детстве все время его поощряли за то, что он участвовал в соревнованиях, но не побеждал. Дети, конечно же, становятся заложниками взрослых игр. Педагогические теории и концепции меняются просто постоянно и регулярно. Как раз недавно я читал лекцию в школе Экзюпери, где как раз речь шла о детях, о их воспитании, об отношениях со взрослыми и о разных меняющихся концепциях. Идеалистические концепции всегда они хороши, но они как-то настораживают. Например, известный философ Жан-Жак Руссо, который называли предвестником французской революции, все время написал книгу Эмиль и Ле о воспитании, которая описывалась, по-моему, в первую человеческой истории о том, что ребенок изначально очень хорош, что его должна воспитывать природа, что родители должны мягко помогать, хотя при всей свободе это была такая наука о манипуляциях, что ребенок только думает, что это его решение и желание, все должно быть вложено родителями. Но, что характерно, сам Жан-Жак Руссо ни одного ребенка не воспитал, хотя их у него было пятеро. Как только рождались у него дети, он их отдавал в воспитательный дом. И писал книгу. Потому что детей у него не было денег, а потом они отвлекали его от гуманистических трудов. Я думаю, что есть большое количество родителей, или относительно большое количество родителей, для которых воспитание детей это все некий повод заявить о себе. Сейчас мы сделаем перерыв, буквально на несколько минут прервемся, потом вернемся и продолжим. Программа «Диагноз недели» в студии Ариэль Резник-Мартов. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем программу «Диагноз недели». В студии работает врач-психиатр Ариэль Резник-Мартов. Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. Продолжаем наш разговор. Ну, на чем остановились? На том, что Жан-Джак Руссо всех своих пятерых отправил воспитателей. Я думаю, что о том, что все равно дети заложники воспитательных теорий родителей. Как мы знаем, воспитательные теории имеют свойство меняться. Это тоже такая мифологическая история. Сначала был миф о том, что детей надлежит воспитывать в строгости, желательно пороть почаще. Как было где-то сказано, отец жалеющий розок детям своим не любит их. То есть, максимально жесткое воспитание. Ну, или тебя мало пороли в жизни, соответственно, не уделяли достаточное внимания, так раньше говорили. Да, но как сказал небесспорный, но интересный мыслитель Юваль Ной Хараре, мы, выходя из пространства одного мифа, неизбежно попадаем в пространство другого мифа. Сейчас попали в пространство мифа о том, что ребенок должен быть оберегаем от любых стрессов, что ребенок должен быть всячески закутан от неудач, от плохих оценок и прочее. Мне кажется, этот миф не менее зловреден, чем миф о порке и физических наказаниях. Я вспомнил какой-то фильм, эта сказка была, к сожалению, не помню ее название, там как раз было про сына то ли короля, то ли какого-то властителя, где вокруг него нянек скакали, и он был вырос абсолютно избалованным мальчиком, потому что его защищали от всех реалий этого мира и даже не знакомили с ними, то есть он как под таким саркофагом жил. Ну вот, и, соответственно, ребенок оказался абсолютно не готов к взрослой жизни, потому что она оказалась чуть злее, чуть, может быть, враждебнее, чем он себе ее представлял. На самом деле это же история о царевича Гаутаме, о Будде, которого отец долгое время прятал от реальности жизни, окружал его роскошью, женщинами в больших количествах, вкусными яствами, всем, но пока Будда, выйдя за пределы этой иллюзорной волшебной реальности, увидел, что есть смерть, есть болезни, есть нищета. И вот это столкновение с реальностью полностью разрушило блистательный мир, совершенный мир, в котором он вырос, после чего Будда отправился искать истинные понимания. У нас звонок? Да, только что был, сорвался, я напомню еще раз, номера прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9 звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Как вас зовут? Добрый день. Здравствуйте. По поводу... Да, сделайте потише радиоприемник, пожалуйста, мы эхо слышим. Хорошо, я выключу. Да, и представьтесь, как вас зовут? По поводу того, Меня зовут Алексей Елгава. Да, слушай. По поводу того, что, например, детей надо награждать и по результатам любых участников, вот, мне кажется, что это порождает потом, когда они, такие люди, вырастают, что может случиться так, что, например, где-то работая в каком-то коллективе и просто участвуя, то есть сидя на месте где-то, и ничего не делая, да, и если коллектив, например, ну, два-три человека, например, разрабатывают какую-то вещь, какую-то, носят весомый вклад, или один человек, да, то есть его награждают по результатам его научной деятельности какой-нибудь там, трудовой деятельности, да, они вроде тоже где-то рядом стояли, они тоже вроде участвовали в процессе, но их результат слабоватенький был, а вот их тоже поощряют за это, может быть, вот это вот порождает эту штуку, да, если я не прав, не переубедите меня. Да, спасибо вам. Я думаю, что, наверное, во всех коллективах есть, что называется, лидеры, и есть кто-то, кто рядом. Наверное, кто вкладывает больше, кто меньше вклад. Наверное, кстати, вот чем отличается реальная жизнь от этих действий, детских соревнований, то в реальной жизни люди, которые ничего не добиваются, которые не имеют никаких результатов, вряд ли будут получать премии, награды, одобрения или сочувствия окружающих. Скорее всего, они встают в ту самую конкуренцию, от которой так избавляют этих детей, и это столкновение будет для них, для их самооценки, для их карьеры крайне болезненно. Но еще пример, который пришел мне в голову, например, если мужчина добивается женщин и получает отказ, или женщина добивается мужчины, сейчас мы живем в равноправном мире, то, соответственно, человек, который вырос вот в такой концепции, ему ведь очень сложно это принять, и тогда мы уже можем иметь дело с таким навязчивым поведением. Я думаю, что это, конечно, более широкий вопрос, чем люди, которые привыкли получать дипломчики ни за что. Потому что отношения между полами развиваются независимо от участия родителей. Но да, есть люди, которые просто не в состоянии принять отказ. Да, но здесь тоже чувство собственности у многих возникает. Я хочу, чтобы ты была моей или был моим. Ну и, соответственно, дальше уже начинает действовать по такому принципу. Это же достаточно распространенная история. Достаточно. Для таких людей законодательно принимается запрет приближаться к кому-то, если обращаются в органы правопорядка. Или для таких людей все-таки отказ повторный и жесткий достаточно катастрофичный. Они очень плохо его переносят, и это вдруг становится крахом, причиной депрессии и подобных вещей. Поэтому о том и речь, как говорят, кстати часто, что детей не надо держать в стерильной обстановке. Чтобы иммунитет формировался. Да, потому что когда дети сижу в стерильной обстановке, им неоткуда вырваться, он не сталкивается с их иммунитет с инфекциями, он ни с чем не борется и так далее, и так далее. Мне кажется, с поражениями то же самое. Иммунитет на поражение, иммунитет на неудачи, способность справиться с этим, нормальная часть развития любой личности. Ну, звонок? Да, много звонков сегодня. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Вот у животных, у собак, например, есть альфа-щенок, который там толкает всех остальных, своих собратьев пинает, обижает, забирает еду. Ну, и у других, наверное, животных тоже. Может, у людей такая же система, то есть тот, кто более наглее, тот становится лидером, потом становится там депутатом, министром, и потом перекрывает всем кислород. Значит, какая-то мафия становится богатой, а народ становится нищий. Да, спасибо, мы поняли вашу. Да. Я думаю, что для того и есть человеческое общество, его структурами, чтобы альфа-самцы не могли единолично по своим капризам и прихотям управлять всем. Ну, кстати, ведь лидеры не всегда альфа-самцы. Не всегда. Часто лидеры зарабатывают свой авторитет своими умениями, знаниями, талантами, возможно, нам. Не всегда. и так далее. Я думаю, что несколько узкий взгляд на человеческое общество, потому что, может, когда-то на заре общества, кто был сильнее, тот и был прав. Может, тогда было понятно, что коллектив всегда победит агрессивную одиночку. Если это не авторитарное устройство страны, корпорации и так далее и тому подобное, там роль альфа-самца играет. Возвращаясь к детям. Ну, как всегда, проблемы детей это проблемы родителей. И мне интересно. Я думаю, что, допустим, родители, которые сами некогда участвовали в спортивных соревнованиях или в некой конкурентной борьбе, завоевывали свое место своей профессии в какой-то карьере в том месте, где они работают, вряд ли они будут пытаться своих детей лишить этой возможности закалиться, научиться противостоять вызовам, научиться делать усилия и так далее. Но ведь часто, опять же, сталкиваемся в обществе, что родители пытаются реализовать свои нереализованные мечты в своих детях. Это приводит к трагедии в том числе. Или к драмам. Или свои нереализованные мечты, или родители, которые когда-то чувствуются крайне неуверенно, бессознательно хочет ребенка защитить от этого. То есть, ты никогда не будешь балериной, потому что у меня не получилось? Может быть так. Или тебе не надо дружить с этой девочкой, потому что она тебя бросит, ты будешь несчастен. Или еще что-то. Мама или папа лучше знают, что тебе нужно. Но мне кажется, всегда любому родителю стоит задуматься о том, когда я что-то в своем ребенку подсказываю, запрещаю, или стараюсь изо всех сил направить его на какой-то путь, а с какого-то пути от какого-то отвратить, всегда созваться вопросом, насколько моя биография, насколько моя личностная история при этом задействована. Потому что родители, уберегающие детей от любых оценок, я уверен, что их в большинстве случаев самооценка тоже подвергалась немалым испытаниям. Но ведь это часто на уровне бессознательного, и, соответственно, сложно это осознать на уровне сознания. Тут возникает вот эта проблема, о которой мы нередко говорим в наших эфирах. То есть родитель, может быть, и хочет своему ребенку благо, но он просто не осознает, что он делает что-то ему во вред. На уровне сознания человек всегда может задаться вопросом, что со мной происходит. Даже на уровне сознания можно сделать много хороших открытий для себя. Да, конечно, работать бессознательно требует кого-то со стороны. Но, тем не менее, вообще задаться вопросом, почему я делаю те или иные выборы, почему меня настолько пугает мысль, что мой ребенок испытывает неудачу, может даже заплачет, может даже расстроится. Была какая-то на Фейсбуке сценка, где-то в школе Тэйквондо, маленькие дети кого-то мальчика убеждают, что он должен ударом ноги сломать какую-то тоненькую доску. Мальчик маленький, шлепает ногой, доска не ломается, тренер его подбадривает, опять шлепает ногой, у него не получается, он начинает плакать. Вокруг собираются все его друзья по команде, начинают подбадривать, кричать, тренер подсказать снова и снова, ему не дают уйти куда-то. В итоге мальчик ломает эту доску, он абсолютно счастлив, обнимают друзья, и так далее. Вот это, мне кажется, очень интересный подход. Ему не то, что дают награду за неудачу, его приводят к удаче. Ему помогают достичь этой доски. Вот здесь, мне кажется, поддержка, которая дает тебе возможность преуспеть, куда важнее, чем слепое оберегание тебя от любых негативных эмоций. Ну, на ваш взгляд, все-таки, опять же, мы говорим о роли родителей, если у ребенка что-то не получилось, он не получает этот поощрительный приз за участие, но, тем не менее, он получает какие-то добрые слова от своих родителей. Они говорят, ну, неудача тоже необходима и так далее и тому подобное, и мама или папа не станет тебя любить меньше. Ну, такая традиционная, наверное, история, потому что часто, опять же, мы слышим, что ребенок боится, что его перестанут любить, если у него что-то не получилось. Вот этого достаточно в этой истории? Здесь же есть противоположная история, которую я часто наблюдал. Ребенок, на которого родители сделали все ставки, отправил, не знаю, в большой теннис, в футбол или еще куда-то. Ребенок, который не добивается результата, проигрывает. Сколько раз было видно, у него кричит его родители, его унижают, называют всякими уничижительными прозвищами и так далее. То есть, та же история, где ребенок должен реализовать фантазии родителей, фактически аксессуаром, престижным аксессуаром родителей. Вот мой ребенок, который чемпион по теннису, чемпион по футболу, по боксу или почему-то. Иначе я не могу им гордиться. Да, да. И эта ситуация прямо противоположна и столь же разрушительна. Она столь же разрушительна для самооценки, она столь же разрушительна для будущего, потому что, ну, как это говорит, что русскому здорово, то немцу смерть. Кто-то от такого будет злой, спортивной злостью, а кто-то просто сломается, потеряет всякий интерес к происходящему. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. К вопросу о лидерстве. Значит, вот был такой педагог Сухомлинский, школа была у него в ПВЛШ, где воспитывали гармонично в уважении друг к другу, а после окончания школы вроде бы люди попадали в обычные трудовые коллективы и сталкивались с тем, с чем они не сталкивались в школе. Соответствует это действительность или нет. Я не знаком с деталями воспитания в школе Сухомлинского, но судя по тому, что он вошел в историю педагогики, все было не так плохо. Лично мне достаточно близка история, изложенная Антоном Макаренко в книге «Педагогическая поэма». Я ее читал и перечитывал, и мне кажется, это очень дельный подход к детям, к подросткам без унижения, с поправкой на то время и социалистическое сознание, но тем не менее. Республика Шкит, помните? Республика Шкит, да, но это тоже другая история, другое время. Я думаю, что хороший педагог это никогда не изоляция от реальности, хороший педагог это никогда не обережение любыми способами самооценки ребенка от неудач. Хороший педагог это навык переживания неудач. Хороший педагог это понимание того, что если ты проиграл, это не делает тебя плохим человеком, это не делает тебя жалким, ты всего лишь повод для дальнейших усилий, для значит, что ты сделал недостаточно. Или, наверное, в каких-то вещах мы понимаем, что это не мое. От того, что тебя решили кто-то сделать великим футболистом, а ты по сути не футболист, ты не можешь соответствовать чужим ожиданиям. Даже ты не стал великим футболистом, это не значит, что жизнь никчемна и все пошло прахом. Это просто значит, тебе надо поискать себе другую точку приложения. Здесь мы ведь часто сталкиваемся с проблемой, когда ребенок тяготеет к чему-то одному, а родители хотят сделать из него кого-то другого. И, мечты и желания, которые у него есть. Ну, он хочет быть модельером, а они хотят, чтобы он был экономист. Допустим, я просто из головы взял примеры. И, соответственно, здесь, когда, если родители победят в этом споре, они задавят, очень часто мы видим, что, ну, как у меня есть знакомый, которого заставляли играть на фортепиано. Он закончил школу, закрыл фортепиано и сказал, все, я ненавижу этот инструмент и вообще мое загубленное детство. Это травма на всю жизнь, которая у него есть. Таких людей много. Таких людей много, но что поделаешь. К счастью, детям, когда они входят в подростковый возраст, дан такой от природы инструмент бунтарства. То есть, есть дети, которые в состоянии, сказать, я этого больше не хочу, мне это неинтересно. Здесь уже долг какого-то вдумчивого родителя понимать, где надо уважать решение ребенка, а где стоит ради его же блага попытаться его переубедить. То есть, найти этот баланс. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Наталья. Да, Наталья. Я мама как раз, которая заставляет своего ребенка играть на фортепиано. Расскажите об этом. Да, я вам расскажу. У меня дочка играла до шестого класса, но это не была музыкальная школа, это была любительская студия. Я решила, что у меня сын тоже будет играть. Я решила, действительно, я за них решила, я купила фортепиано. И вот они занимаются у меня чем только не занимаются. Они такие достаточно развитые дети, они очень много всего набрали себе сами, но пока что справляются. А музыка это по моему настоянию. Вот если бы я видела, что моего ребенка не получается или получается плохо, я бы, наверное, не заставляла. Но получается легко, красиво, без особого напряжения. Но это другая музыка, понимаете, она играет классику, это еще и приобщение к культуре. Потому что то, что я вижу сейчас, вот эту молодежную культуру, она меня, конечно, пугает. И это просто единственный момент, где мой ребенок может эту музыку услышать, изучить, сыграть, услышать ее, какие-то сделать выводы. Вот я именно ради этого хочу, чтобы он занимался музыкой. И когда он выучивает какое-то произведение, играет его сначала до конца, красиво, без остановки, с чувством. Ваше материнское сердце радуется. Его он тоже радуется. Но если бы я решила, что это его дело и как он захочет, он бы уже, конечно, 10 раз эту музыку кинул. Но я не позволяю ему бросать музыку, извините. Может быть, я плохая мама. Спасибо вам, но вот хороший пример. Я не знаю, это ваш родительский выбор. Я не вхож в вашу семью, не в вашего ребенка. Если ребенку это устойчиво не нравится, наверное, он приобщится к этой музыке. но риск того, что он больше в жизни не откроет инструменты велик, а может быть, вам как-то, может, своим примером удается ребенку увлечь. Здесь, извините, что перебил, мне кажется, просто мысль, которая меня посетила, наша радиослушательница сказала, что ей не нравится молодежная культура, и таким образом она хочет приобщить ребенка к классической музыке. Но я вспоминаю свое детство, я вспоминаю, что мне рассказывал отец о своем детстве, и всегда была та молодежная культура, которая, в общем, была не до конца понятна нашим родителям, не говоря уже о бабушках с дедушками. Но, тем не менее, в какой-то период времени ты ее либо перерастаешь, либо она уже становится под давлением этих лет уже, в общем, неким устоявшимся таким феноменом десятилетия. И все не так страшно, как кажется на первый взгляд. Бежная история в борьбе поколений всегда, и, наверное, вот так будет во веки веков. Такая борьба, она необходима, когда родитель считает, что эта культура, это некие эти явления молодежные, они недостойны ребенка. Или здесь, как вот здесь быть родителем? Родитель может считать как угодно. Если ребенку нравится такая-то музыка, он и будет ее слушать. Особенно сейчас. Если вы дома не дадите ему слушать, вы слушаете ее в школе, из телефона или планшета любого своего одноклассника. Я думаю, запрещать детям любить или слушать ту или иную музыку, это очень странное занятие. Но предлагать альтернативу таким образом? Предлагать всегда можно. Если, как говорит наш слушательница, ребенок исполняет красивое произведение, сам радуется, возможно, все это и не напрасно. Возможно, ребенку просто лень, но опять время покажет. Еще звонок. Здравствуйте. Добрый день. Извините, я опять, а я про музыку хочу сказать. У меня брата заставляли учиться играть на аккордеоне. Он ходил к учителю. Он ему исправно носил деньги. А потом выяснилось, что они с учителем договорились, где учитель исправно с сережки брал, а Сергей в это время где-то гулял. Потом эта история вся выяснилась. Но когда мой брат захотел играть на гитаре, он сам пошел, купил гитару и стал сам учиться играть на гитаре. Вот такие дела с музыкой. Спасибо. Да, спасибо. Понимаю хорошо. Я тоже взял гитару, купил ленинградку и сам на ней научился играть. Мне сейчас вспомнилась история по поводу музыки и учителей, если мы помним, знаменитого греческого героя Геракла. И 12 подвигов. Еще до 12 подвигов, когда он только проходил воспитание, у него был преподаватель игры на кефаре. Геракл был физически силен и отважен, но в музыке он был не сильно успешен. В какой-то момент учитель игры на кефаре его ударил. Геракл взял на кефару и убил его этой кефарой. Это хороший пример, что дедада ребенка, особенно физически развитого, грубо и насилием принуждать к игре на музыкальных инструментах. А то вот как бывает. Ну что ж, у нас осталось немного времени для того, чтобы начать уже подводить итог нашей сегодняшней программы. Две минуты подсказывает у нас звукорежиссер. Много звонков сегодня. Эта тема, как мы видим, срезонировала у наших радиослушателей. Когда стоит задуматься, традиционный вопрос, который мы под занавес эфира задаем, в первую очередь, наверное, родителям, потому что дети, наверное, это не осознают. О чем задуматься, мы уже сейчас сказали. Я бы хотел сказать, что вот феномен, который продолжается в жизни взрослых людей, этот неоднократно неупоминаемый замечательный термин обесценивания. Мне кажется, это очень похоже на ситуацию с детьми. Человек, зачастую не получающий восхищенного или получающий критический отзыв о своей деятельности или о своем мнении, немедленно кричит «меня обесценивают». Это же обесценивание «меня». То есть, любая критика, любая конструктивная критика может быть так. Человек убежден, что его мнение или его достижения имеют неоспоримую ценность, и любая критика его обесценивает. Поэтому есть нечто нарциссическое. И вот я думаю, что история с обесцениванием очень связана с историей, что любой ребенок должен получить кубок, медаль и чемпионское место. Я думаю, что наши дети и мы сами должны проходить эту прививку неудачами. Должны проходить прививку конкуренции. Не конкуренции без правил, где гадны любые способы, а конкуренция, в которой ты понимаешь, что ты вынужден состязаться, что ты не всегда выигрываешь, что ты имеешь право на проигрыш и на то, что не только не быть награжденным, но и не быть осужденным и изруганным за свой проигрыш. Ты живешь нормальной человеческой жизнью. Ты не бог, не нарцисс, не древнегреческий герой. И это нормально, и должны понимать и дети, и воспитатели, и родители. Ну что ж, на этом мы сегодня завершим нашу программу. Это была программа «Диагноз недели». В студии работал врач-психиатр Арель Резник-Мартов. Мы прощаемся до следующей недели. Я же с вами встречусь после 6 часов в программе «Вечерний интерактив» с Анной Смирновой и Дмитрием Кламнисом. Оставайтесь с нами, Арелю говорим. До свидания. Всего доброго.